На сегодняшний день в Кургане не запущено порядка 30 теплопунктов. Без горячей воды остаются 270 домов. Это объясняется подготовкой города к зиме. Старые трубы не выдерживают гидравлических испытаний и дают течь. Их приходится ремонтировать. Некоторые – не по одному разу. У нас был участок с вами мостостроителей, где 44 на этом участке. 44 порыва. Если бы это была у нас в подземном исполнении, то вы сами можете представить, сколько бы пришлось времени устранять эти все дефекты. Некоторые дома остаются без горячей воды по вине управляющих компаний. Они нарушают график подготовки домов к зиме. Их руководители вызывают в администрацию города на ковер. После этого прав компании начинают шевелиться. Есть положительная динамика. В настоящий момент порядка около 40% домов уже готово к приему теплоносителей, именно по отоплению. С каждой неделей мы ужесточаем спрос. Темпы подготовки возрастают в настоящий момент. Я уверен, что все дома, которые должны быть подготовлены к отопительным сезонам, будут подготовлены. Иногда энергетики не могут начать ремонт трубы, так как их не пускает на свою территорию владелец земельного участка. К разрешению спора приходится подключать городскую администрацию и полицию. Из-за такой проблемы могут страдать 50, 60, 120 домов. Мы не можем попасть на территорию. Горожан возмущают, что энергетики раскапывают трубу и даже после ремонта долго ее не закапывают. Не включают горячую воду и не восстанавливают дорожное движение. Объясняется все просто. Они не закапывают, потому что труба не прошла гидравлическое испытание. То есть непонятно, как наложен шов. То есть может быть и шов быть. Ну, может быть. Такие вещи, которые они возможны, может рядышком, так скажем, прорвать. Глава города и энергетики понимают, что отсутствие горячей воды приносит курганцам неудобства. Но горожан просят понять. Лучше сейчас потерпеть, чем потом зимой у нас с вами произойдет чрезвычайное происшествие. Это будет намного хуже. И ущерб от этого для жителей будет больше. Потому что в 30-ти с лишним градусный мороз оставить без отопления дом. Вы сами понимаете, что это грозит. А потом его заново запустить. Это еще сложнее при таких морозах запуск тепла. Хотелось бы попросить, чтобы наши горожане набрались терпения. То есть горячая вода будет, отопление будет. Также глава города призывает курганцев своевременно платить за горячую воду и тепло. Это поможет энергетикам проводить ремонт изношенных сетей, предотвращать аварии и отключение услуг. На сегодня долг горожан за горячую воду и тепло приближается к миллиарду рублей. А с другими потребителями – около 2 миллиардов. Алла Маковеева, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.